Переносить коронавирус дети стали тяжелее. В третью волну выросло число госпитализаций. В июле их было шесть. Один ребёнок попал в больницу с 40-процентным поражением лёгких. Регистрируют случаи вирусной пневмонии у грудных детей, хотя раньше у таких малышей ковид протекал бессимптомно или в лёгкой форме. В первую и вторую волну больше болели подростки. Сейчас чаще болезнь поражает детей от 7 до 11 лет. Как и в предыдущие волны, заболевают контактные дети, которые проживают со своими больными родителями. От бабушек, от дедушек заболевают, заражаются. Также есть привозные случаи, санаторий в детских. Ну, также есть небольшой процент детей, у которых контакт неизвестен. Встречается и дельта-штамм коронавируса. У детей, которых он поражает, наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта, тошнота, диарея и рвота. У подростков есть признаки острого гайморита на фоне повышенной температуры, головной боли, сильной отечность и заложенность носа. Развитию пневмонии всегда предшествует длительный фибрилитет. Кашель появляется сухой у деток, признаки абструктивного бронхита. И при аускультации мы слышим крепитирующие хрипы очень часто. В нижних отделах лёгких таких детей мы направляем на КТ исследование органов грудной клетки. Затем врач принимает решение о необходимости госпитализации. Если болезнь протекает легко, пациенты лечат на дому. Медики советуют чаще поить ребёнка, больше проветривать помещение, увлажнять воздух. Врачи ковидных бригад привозят бесплатные противовирусные препараты и антибиотики, если необходимо. Хорошо при признаках абструктивного бронхита помогают ингаляции с глюкокортикостероидами. После выздоровления последствия коронавируса ещё долго могут давать о себе знать. Очень часто у подростков мы видим длительный субфибрилитет, ну где-то вот 37-37,2 температуры. Головные боли, слабость сохраняются. Также возникают вот эти неврологические симптомы. Это кардиология очень часто, значит, чувство нехватки воздуха, межрёберная неврология, парастезия. Одного ребёнка после ковида госпитализировали с Кавасаки подобным синдромом. Это редкое, но опасное воспаление характеризуется повышением температуры до 40 градусов, появлением сыпи. Может привести к энцефалиту или миокардиту. Пациента срочно госпитализировали в Нижний Новгород. Сейчас с ним всё хорошо. Медики констатируют, что мы вышли на плато коронавирусной инфекции. Ежедневно регистрируют единичный случай заболеваемости детей. Чтобы подъёма не произошло с началом учебного года, врачи советуют взрослым не откладывать и сделать прививку. Екатерина Пёнова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24.